Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! На выборах президента Молдавии победила гражданка Румынии Майя Санду. Политолог Дмитрий Киселёв считает, что политик намеренно покончить с российским присутствием в Приднестровье. Победившую на выборах Санду Киселёв назвал жёстким политиком. По его мнению, Кишинёв в скором времени предъявит Москве ряд ультимативных требований, в том числе замена миротворческого контингента на Днестре, на миротворцев с международным мандатом от ОБСЕ или ООН, заявил политолог. Санда участвовала в президентских выборах в 2016 году. Тогда она уступила нынешнему главе государства Игорю Дадону. В 2020 году против него сыграла эпидемия коронавируса и сокращение доходов населения, считает Киселёв. Но главная причина поражения Дадона – неспособность выполнить обещания, сказал эксперт в интервью московскому комсомольцу. Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. Майя Санду набрала более 57% голосов. Игорь Дадон – 42. Действующий президент не признал поражения. Он пообещал оспорить итоги выборов в суде. Дадон обвинил оппонента в потасовках и фальсификациях. Он указал на попытки помешать голосовать жителям Приднестровья и покупку голосов избирателей. Кроме того, президент обвинил европейских лидеров в попытках вмешаться в президентские выборы в Молдавии. Напомним, что в 2016 году Майя Санду признала наличие у неё румынского гражданства. По словам политика, она не видит в этом никакой проблемы. К слову, эксперт описывает Санду как прозападного политика. С её приходом ко власти политика Молдавии как некрупного и зависимого государства перестроится на антироссийские рельсы, заявил политолог Богдан Беспалько в интервью. Изменения коснутся области языка, гуманитарной политики, а также Приднестровья и перспектив мирного решения конфликта, которые базировались на плане Дмитрия Козака. Эксперт допустил, что Санду будет настаивать на том, чтобы территория вошла в состав Молдавии. Вступление экс-министра в должность президента также повлияет и на экономические отношения Молдавии и России. Возможно, претерпит изменение режим для молдавских товаров или режим нахождения молдавских рабочих на территории России. С другой стороны, это будет честная политика в отношении России, выразил мнение Беспалько. Эксперт обратил внимание на то, что несмотря на то, что некоторые крупные молдавские политики называли себя пророссийскими, к улучшению отношений двух стран это не привело. Их позиция заключалась в получении льгот со стороны России в экономической сфере, заключил политолог. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!